всем привет сегодня хочу сделать такое видео на тему многие наверно задают таким вопросом люди которые хотят эмигрировать вот я значит проживаю в соединенных штатах америки с 90-х годов и могу вам сказать такую вещь многих наверное очень интересует в основном цены какие цены как можно устроиться на работу и сравнивать с тем что они имеют сейчас вот это очень интересная штука такая сравнение всю жизнь человечество сравнивает где как чего но вот смотрите что я могу вам сказать 90-е годы в америке по сравнению вот сейчас 2021 год что изменилось за эти 30 лет могу сказать что жизнь стала сложнее зарабатывать с учетом трат то есть если вы раньше зарабатывали даже небольшие деньги то вам хватило бы это на аренду квартиры на питание на значит счета оплачивать за машину у кого там медицина страховка 5 10 сейчас это сделать гораздо стало тяжелее для для того чтобы вы бы сказали вот покажите конкретные примеры могу сказать вот непольшом провинциальном городе скажем до 90-е годы можно было снять дешевую квартиру за 300 долларов 300 350 ну даст достаточно терпимая квартира но все необходимо как бы у вас было бы вот но сейчас то же самое тот же город прошло скажем вот 25-30 лет та же самая квартира будет уже порядка полторы тысячи долларов то есть вы понимаете что цены изменились на аренду в пять раз делайте вывод плане зарплаты ничего не изменилось пять раз на тот период если это было минимум зарплата по часовая по часам в америке в основном все работают это было бы где-то примерно 6 7 долларов да в те времена сейчас это минимальная зарплата но это где-то 11 долларов смотря в каком штате вы живете то есть вы увидите что если зарплата грубо говоря повысилась на 180 процентов то рент повысился на 500 процентов да то же самое касается и еды то есть еда подорожала тоже где-то примерно минимум два с половиной три раза по всему можно сделать вывод что 90 годы было быстрее и удобнее зарабатывать жить и оплачивать свои счета над это сейчас скажем так легче может быть устроиться на работу но по сравнению смотря с чем сравнивать в россии и 40 лет на работу уже никого не принимают здесь есть за 50 лет берут на работу даже в 60 можно устроиться на работу есть даже в магазинах супермаркетах работают люди которые глубоко уже пенсионного возраста и они подрабатывают как-то вот их берут на работу в россии такого увидеть практически невозможно да вот я берусь с этих позиций сравнить сравнение значит тех кого интересует покупка домов значит дома здесь средний дом стоит приблизительно 300 тысяч долларов это такой не роскошный не какой-то такой ну примерно было бы там будет там три спальный вот но дело в том что кроме этого каждый год надо платить налог за недвижимость налоги очень большие то есть смотря в каком штате вот допустим это где-то может варьироваться от четырех тысяч долларов до десяти тысяч долларов до смотря в каком штате вы живете плюс надо платить за страховку машины до без машины здесь маленьких таких городах некуда деться транспорт такого нет или есть то есть вы очень неудобно вам будет это не метро не электрички как это там больше в городах там москве то есть здесь в этом плане больше индивидуального транспорта то есть транспорт вам страховка на машина будет стоить самое минимальное тысячи долларов в год но вот считайте сами да вот но пропитание уже вам сказал что носить если так нормально питаться на семью в три человека нужно ну как минимум в месяц тысячи долларов но для сравнения хочу сказать чтобы нормально питаться москве еще несколько лет назад на человека уже уходила по 500 долларов в месяц ну вот примерно вот такие сравнения кому интересно подписывайтесь на канал вот спрашивайте задавайте вопросы помогать и каналу кто может до новых встреч пока